Добрый вечер, меня зовут Евгения Порошина, я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня поговорим о том, что терапия в классическом варианте даёт время и пространство побыть с любой ситуацией, найти в ней точки опоры, нужные смыслы, зачем это с нами произошло. Что такое травма? В школе в четвёртую неделю студенты изучают лекции по эмоциональной травме, но коротко объясню, травма это не символизированный опыт, то есть какая-то ситуация случилась и у нас там и тогда не было возможности, не было времени и пространства побыть с этой ситуацией. О чём я? Давайте коротко объясню. Например, может быть вы смотрели фильм «Повелитель приливов», там была такая ситуация, когда главного героя, его, его сестру и маму изнасиловали, и через час пришёл папа, мама говорит «Так, всё быстро, быстро убрались, быстро сели ужинать и делаем вид, что ничего не произошло». Это для детей была травма, то есть случился для детей немыслимый опыт и не было времени и пространства найти какие-то точки опоры, смысла в этом, что произошло. И поэтому образуется эмоциональная травма, либо второй пример, образ — это полёт на параплане, например. Почему пришла такая мысль? В школе в это воскресенье мы со студентами анализируем фильм «Один плюс один, неприкасаемый». И когда мы смотрим этот фильм, мы анализируем свой контрперенос, что мы чувствуем к тому или иному участнику, что с нами делает фильм. И когда один герой, один из главных героев, и Дрис в этом фильме, он прыгает с параплана, мы можем почувствовать от него как будто бы ужас, панику, страх. То есть он потерял опоры, опоры нет. То есть это состояние хорошо описывает травму. Когда происходит травма, можно сказать, мы чувствуем то же самое, что происходит дальше в фильме. Дрис со временем привык, начал наслаждаться полётом и нашёл какие-то точки опоры в этой ситуации. То же самое происходит в терапии. Когда нам клиент что-то рассказывает, есть время и пространство с этим побыть, найти точки опоры, найти смыслы, зачем это произошло. И тогда, можно сказать, из горького лимона можно сделать сладкий лимонад. Можем вспомнить примеры опоры. Если вы смотрели фильм, её биографию, у неё похожие истории были, я точно не помню, но кажется, про изнасилование. Потом психотерапевт Мэрилин Мюррей, у неё 8 лет, также было изнасилование. Она нашла точки опоры, она нашла смыслы, зачем это с ней произошло, стала психотерапевтом и так далее. То есть даже в Москве по её методу психологи проходят обучающие курсы, программы и работают. Также можем много примеров привести. Можно символически сказать, когда люди из горького лимона делают вкусный лимонад, можно сказать, происходит посттравматический рост. То есть в терапии есть место и пространство побыть с этим. Человек рассказывает, символизирует этот опыт словами, находит точки опоры, смыслы и травма излечивается, если коротко. Понятно, терапия — это какой-то длительный процесс. Да, терапия — это длительный процесс. Клиент к нам приходит раз в неделю, стабильно, постоянно. Да, это чуть-чуть подольше, чем тренинги с погружением и так далее. Но плюсы очень большие — нет откатов назад. Если человек выходит на какой-то результат, он устойчивый, он интегрируется в жизнь. Откатов назад нет, если коротко. То есть любые гипнозы и так далее, краткосрочные что-то, это работает, а хорошо работает ещё на исцелённую травму. Если травма не исцелена, потом будут откаты назад, и человек ходит по кругу. То есть там, где не работает ничего, там работает глубинная психология Юнга Фрейда, если коротко. Основными мыслями поделилась терапия, если это классическая терапия, мы даём человеку время и пространство найти точки опоры, найти смыслы в любых ситуациях, которые произошли с человеком, и так эмоциональная травма излечивается. Если у вас будут вопросы, размышления, комментарии, пишите внизу под видео. Всем хорошего вечера, и рада вас видеть в школе. 27 декабря будет открытый урок, будем анализировать фильм «Игры разума». Плюс сейчас идёт реклама. Я смотрю, кто оставляет почту, и высылаю первый урок к курсу вместе со всеми слайдами. Есть время, вы листаете слайды, смотрите, как мы делаем киноанализы, как проходит практика. То есть правила в группе не критикуем, не жалеем, не спасаем, не оцениваем, не конкурируем. То есть тренируем базовый навык контрпереноса, чтобы мы могли человеку дать новый опыт в отношениях, и за счёт этого излечиваются эмоциональные травмы. То есть можно сказать, для клиента мы как нейтральное зеркало, и человек вместе с нами, как в зеркале, видит новые грани себя, если коротко. Рада вашим вопросам, размышлениям, комментариям. Рада вас видеть в школе. И всем хорошего вечера.